Привет, друзья! В этом видео я покажу, как легко можно заточить нож до бритвенной остроты. Берем тяжеленный ящик, который прислали мне из профиля, и достаем все содержимое. Ничего не понял, но было интересно. Дальше у нас штанга с деревянным наболташником. А это уже интересней, это набор камней. Смотрите-ка, в отдельной специальной сумочке. Что тут у нас? Искусственный камень 1000 гриб. Сделано в России. На алюминиевой подложке. А вот за это зачет. За то, что нанесли гравировкой зернистость на самой подложке. А то, знаете, эта надпись на самом камне через пару применений сотрется, и придется на ощупь или по цвету определять зернистость камня. Что не всегда удобно. Молодцы профилевцы, учли этот нюанс. Что же у нас по камням? На 120, 220, 400, 600 и 1000 гриб. Конечно, немного. Хотелось бы еще и полутора тысячник и трехтысячник, но будем орудовать тем, что есть. Дальше у нас перчатки. Очень надеюсь, что они противопорезные. Глядите-ка, и правда не режется. На руке немного страшно пробовать, но что не сделаешь ради контента. Годятся. А это что-то интересное. О, хорошо завернули. Фу, блин, это просто бумага для заполнения пустого пространства. Это небольшая связка с отвертками от техностудии профиль. Отлично сделаны. Выглядят прям богато. Пакетик с периферией. Ключи, пластинки, запасные винты, подпятники и силиконовые ножки. Канат. Ума не приложу, зачем он. Разве что тестировать уровень заточки. Ну так мы и при помощи помидорок можем. А это сам тяжеленный станок. Какой же он увесистый. Видно, что делали с русским подходом к производству. Глядите, что у нас тут. Фирменная гравировочка в честь моего канала. У меня есть промокод, по которому можно бесплатно заказать себе любую гравировку. Оставлю для вас в описании под видео. Еще у нас в ящике лежат одинарный зажим для больших ножей. Винты крепления к подставке. Двойные зажимы. Струбцина. И глядите, что еще осталось. Эта подставка настолько тяжелая и суровая, что ее даже прикрутили к одной ящика, чтобы она не разбила все остальные компоненты точилки при транспортировке. Тяжеленная, как блин от штанги. Собирается сие чудо очень просто. На подставку клеятся четыре силиконовые ножки. Ставится станок и фиксируется двумя винтами. Смотрите внимательно. Все элементы я показывал вам при распаковке. Штанга скручивается из двух частей. Откручиваем этот стопор и снимаем вместе с пружиной. Вставляем штангу во втулку. Надеваем обратно пружину и стопор. Отдельного внимания стоит деревянный наконечник. Он удобно лежит в руке и не скользит. Дальше выбираем зажим, который вам нужен. В зависимости от длины клинка, двойной или одинарный. И устанавливаете на станок. Нравится мне, что тут все регулировки достаточно гибкие. И можно расположить эти двойные крепления на большом или маленьком расстоянии друг от друга. Чтобы подстроить их именно под свой клинок. Для тех, кому не нужен двойной зажим, можно установить одинарный. Проще будет фиксировать клинок. Если вам будет так удобнее, то тяжеленную подставку можно заменить на струбцину. Угол заточки регулируется перемещением этой стойки. Если вы опасаетесь, что при работе стойка сместится вниз, то ее можно зафиксировать этим стопорным винтом. Намертво. При этом угол отображается на специальной шкале. Хочу отметить важную деталь. Инструмент сделан качественно. В нем ничего не люфтит, не шатается, не болтается, не гнется, не гуляет, не танцует и прочее. Немного отвлекся. Ладно, переходим к заточке. Я взял самый тупой нож, который у меня есть, и дополнительно прошелся по нему бормашинкой, чтобы окончательно убить режущую кромку. Посмотрите на кромку через микроскоп. Видно, что кромка квадратной формы. А эта ямка – след от бормашинки. В этом месте я немного передержал ее. Это немного усложнит мне работу по восстановлению кромки. Как раз и посмотрим, на что способна эта точильная система. Будем проверять остроту ножа на мокром полотенце и замерять, за сколько движений сможет разрезать полотенце наш нож после каждого камня. Как видите, до заточки нож не смог разрезать полотенце вовсе. Лишь немного протер небольшую дырку. Да что там полотенце, если он даже с помидором нормально справиться не может. Смотрите, он просто протирает его. В общем, устанавливаем наш нож в зажим, обязательно предварительно обклеив малярным скотчем, чтобы не поцарапать клинок. Затягиваем гайки, чтобы зажимы плотно прилегали к клинку. Комплектные отвертки нам в помощь. Регулируя эти две гайки, можно добиться плотного обхвата клинка. Берем первый камень и устанавливаем его в держатель абразива. Открутив гайку, мы фиксируем этот ползунок так, чтобы камень был хорошо зажат в держателе. Теперь устанавливаем отбойники так, чтобы они не позволяли камню соскакивать с клинка. И при этом можно было спокойно работать по всей площади камня, что обеспечит его равномерный износ. Выставляем нужный угол в соответствии с вашим клинком. Я выставлю на глаз, так как все равно буду перетачивать всю режущую кромку и снимать много металла. Все настроив один раз, вам больше ничего не придется делать, только менять камни. Пройдемся первым камнем и посмотрим, как изменится ситуация с клинком. Нравится мне этот механизм для переворачивания ножа. В процессе всей заточки вообще не нужно вынимать нож из зажима. Это безумно удобно. Теперь посмотрим на кромку после первого камня. Далека от идеала, но хотя бы уже ровная, без ямок. Теперь проводим тест на полотенце. 18 движений после первого камня. Для того, чтобы показать, как он режет полотенце, мне каждый раз приходится вытаскивать его из зажима. Вам же этого делать не придется. Опять обклеив скотчем, вставляем зажим. Меняем камень. И поехали. Смотрим на режущую кромку под микроскопом и видим, что она уже более гладкая в сравнении со спусками. Режем полотенце с другой стороны. Получилось 10 движений. Меняем камень на 400 и продолжаем точить. Не заостряя именно на этом процессе внимания, потому что тут все делается элементарно. Главное выставить точилку, а все остальное сможет сделать даже ребенок. В процессе работы на стол капает вода с отработанными частицами металла и камня, поэтому лучше заранее постелить на него какую-нибудь тряпку. Кромка выглядит очень даже неплохо, однако я не вижу большого отличия от 220-го камня. Полотенце разрезано за 8 движений. Ставим предпоследний 600-й камень. Устанавливаем последний 1000-й камень. Да, друзья, я забыл отснять состояние кромки после 600-го камня. Доводим на последнем камне и аккуратными движениями снимаем оставшийся заусенец. Теперь смотрим под микроскопом. Красота! Конечно, не зеркало, но все равно при минимальных усилиях это хороший результат. А главное, что кромка везде ровная, как после машинной заточки. Тем более, что для кухонных ножей этого больше, чем достаточно. Тест с полотенцем. За два движения разрезал. Если немного надавить, то сможет разрезать за одно движение. Тест на помидорки проходит на ура. Для тех, кто хочет еще острее заточить, есть комплекты с пастами и кожаными брусками, чтобы вообще в зеркало кромку вывести. Хочу отметить, что камни не засаливаются, чему я был очень удивлен. В целом, что можно сказать по поводу точильной системы? Это профессиональное оборудование. Оно годится для людей, которые зарабатывают деньги на заточке ножей. Также подойдет для тех, кто увлекается ножами, например, охотники или рыбаки, и при этом не хочет сильно запариваться и учиться точить на камнях. Сам процесс заточки на этой системе настолько прост, что с ним справится абсолютно любой человек, даже такой криворукий, как я. Минус один – это цена. Профессиональное оборудование, и цена тоже профессиональная. Для кухни есть варианты попроще и дешевле. Напомню, что в описании оставлю ссылку на промокод, по которому вам сделают в подарок к покупке гравировку на заточном станке. На этом все, друзья. До скорых встреч!